Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Спасибо большое организаторам за представление. Тема сегодня достаточно объемная. На самом деле у нас с вами 45 минут, однако если мы успеем, я с удовольствием расскажу еще и о порядке работы с заказчиками добросовестными, недобросовестными, и что можно от них ожидать. Потому что изначально было заявлено результат интеллектуальной деятельности, работа с работниками и работа с заказчиками. Но эти две темы обычно идут отдельными семинарами. Попробуем уложиться, что называется. Итак, сегодня аудитория у нас, которая представляет в основном разработчиков и веб-дизайнеров, насколько сообщали организаторы. Так вот, работаем мы с компаниями, работающими на аналогических рынках достаточно давно. Что мы заметили как юристы? Все вы прекрасно разбираетесь в программном обеспечении, в порядке его реализации, замечательные идеи получаете и прочее, но забываете защитить самое главное. Самое главное в вашей работе это что? Кто, вернее, это вы. Вы забываете о своей защите. Защита не всегда предполагает, что защищаться не всегда надо от контролирующих органов, защищаться не всегда нужно от государства. Иногда надо защищаться, к сожалению, от работников, а работникам нужно защищаться от работодателя, как бы это ни звучало. Так вот, чтобы найти соответствующий разумный баланс, нужно понимать, на что имеет право работник, на что имеет право работодатель. Исходя из последней судебной практики, Могу сказать следующее. Сложнее доказать, если те советы, которые я сегодня вам представлю, вы не используете, вам будет достаточно сложно доказать факт того, что программное обеспечение, либо иное произведение, в том числе графика, были разработаны именно вами в суде с недобросовестными конкурентами. Это вот к вопросу молодой человек задал, о том, что были выявлены, обнаружено взломанное программное обеспечение пиратское. Достаточно сложно доказать именно право авторства на это, и, соответственно, правильная работа со своими работниками, она позволяет в том числе защитить себя и с этой стороны. Как? Итак, первое. Служебные произведения и порядок передачи исключительных прав. Я хотела бы, на самом деле, немножечко вовлечь вас в свое выступление, потому что, я так понимаю, я одна из последних, и вы уже немножко подустали, поэтому предлагаю сделать следующий небольшой блиц-опрос. Скажите, пожалуйста, использование трудовых договоров в вашей компании? Предполагаю, что есть у всех, как минимум, очень надеюсь на то, что трудовые договоры есть. А где вы их берете? Расскажите. В онлайн-сервисе. Замечательно. А в онлайн-сервисе вы используете, наверное, одну единственную для генерального директора, для уборщицы, для программиста? Почти или нет? А, меняете номинование должности. По отдельным сотрудникам, нам говорит коллега, иногда что-то меняют, видимо, только по топам. Да? Кому золотой парашют прописать, куда что, да, ну, понятно. А программисты, в общем, у нас идут по обычному трудовому договору, да? Прописываете, да? Замечательно. А кто еще прописывает? Вы один. Два. Все? Больше никто? Все остальные онлайн-сервисы без изменений. Правильно я понимаю? Ну так вот, уважаемые господа, познакомьтесь с теми людьми, которые, в общем-то, практически уже защищены. Ну, частично. В отличие от вас. То есть они уже себя в первую очередь защитили. Почему? Да, есть императивная норма, что созданное произведение в рамках служебных обязанностей является служебным произведением, которое предполагается, что исключительные права, на которые переходят к работодателю. Но только у нас программистов иногда называют архитекторами, там еще не всегда даже программистами, хотя они занимаются непосредственно разработкой программного обеспечения и прочее. И в результате мы получаем там менеджеров, еще кого-то, фактически не связанного никак с разработками, никак не связанного с авторским правом. И доказать потом, что он создавал соответствующий продукт в рамках трудовых обязанностей, будет фактически невозможно. Он скажет, что он это сделал дома, ночью, на домашнем компьютере, и вы являетесь правонарушителем, и вы обязаны ему платить за контрафакт. Вот то, о чем говорил коллега. То есть здесь есть всегда опасность. Итак, первое. Служебное произведение. Для того, чтобы оно стало таковым, в договор, в трудовой договор обязательно включить должностные обязанности, что должен делать каждый из ваших сотрудников. Да, можно не писать, что там должен делать юрист, можно не писать, что должен делать бухгалтер. Но если у вас различаются каким-то образом, спецификой, кто-то прорабатывает отдельные элементы, программисты, дизайнеры, графики, всегда прописывайте хотя бы минимально, что конкретно они создают в результате своей работы, и на что работодатель, на какие права, в каком объеме будет иметь право. Это позволит в дальнейшем, в дальнейшем, как минимум, правильно передать заказчику исключительные права, как минимум, а как максимум увеличить стоимость вашей компании. Потому что нематериальные активы на текущий момент все больше и больше набирают силу, имущественную массу, в результате которой зачастую компания, снимающая офис 12 квадратных метров, может стоить значительно дороже компании, которая владеет заводом. Ну, это объективно так, абсолютно. Немножечко теории. Чуть-чуть за вас займу теорию буквально, чтобы было понимание. Все слышали авторское право, авторское право, авторское право, да? Все слышат исключительные права, исключительные права. Есть такое понятие в гражданском праве, как отчуждаемые и неотчуждаемые права. Так вот, исключительные права – это чисто имущественная составляющая авторского права. Авторское право неотчуждаемо. Автор, который создал то или иное произведение, он всегда остается автором и будет иметь право на имя на этом произведении. Но исключительные права, право реализации, коммерциализация, так называемая, да, монетизация соответствующего продукта, будет принадлежать тому, кому они принадлежат. Если вы забрали их у работника, замечательно, если сделали несколько правильных шагов. Если вы их не забрали, у вас возникает риск, у вас возникает риск в отношении недобросовестных или, как правило, обозленных в отношении работодателя работников, которые понимают свой объем прав, да, потому что у нас же не значит, что априори все работники у нас недобросовестные. У нас недобросовестными работники становятся, когда начинают прессовать работодателя, когда работодатель их обидел, ну а это уже чисто, наверное, психологический какой-то критерий о том, что сможете вы обидеть своего работника или нет. Так вот изначально прописывайте то, что является имущественной составляющей в своем договоре. Итак, служебное произведение, казалось бы, написали в тексте трудового договора о том, что исключительные права переходят к работодателю, все замечательно. А кто знает, если мы все это передали, если только это написали, этого достаточно или нет? Могу сказать сразу, этого недостаточно. Каждый ваш проект — это отдельное произведение. Единожды написав в трудовом договоре о том, что исключительно права на все произведения к вам отходят, это замечательно, но только потом пойдите и докажите, что работник у вас что-то создавал. Или работник пойдет и докажет, что он создавал все в полном объеме. Но вам никакие права не передавал. А создавал он опять же это дома и опять же не в рамках служебных обязанностей. По каждому проекту, как бы это ни звучало, какой бы это документооборот ни был, у нас IT-компании всегда кричат, вещат, когда мы начинаем внедрять эту систему, а потом в результате очень все хорошо идет, потому что сейчас электронный документооборот, вопреки бытующему мнению, якобы не принимается. Принимается электронный документооборот, просто должно быть правильно все оформлено. И точно так же и порядок передачи возможно оформить, порядок выдачи служебных заданий для создания служебного произведения, создания авторского коллектива, который необходим. Все можно перевести в электронный вид, но за исключением отдельных документов, которые должны быть все-таки на бумажном виде. Итак, есть такое маленькое ограничение. В законе у нас непосредственно в гражданском кодексе установлено, что если работодатель не использует произведение полученное, ну бывает такое, да, разработали что-то кому-то, не надо оказалось. Многие работодатели полагают, что, ну, мне же все передали, это теперь мое навсегда. Нет, это не ваше навсегда. У вас есть три года на то, чтобы это реализовать, коммерциализировать, каким-то образом продать, отдать в лицензию, в пользование, что-то с ними делать, с этим объектом, с этим произведением. В противном случае исключительные права вернутся к работнику, и уж он-то будет знать, наверное, куда их применить и далее. Если же вы начнете использовать в этот период, да, вот как правило, здесь на самом деле для IT-компании, для веб-студий, у вас это все на потоке. Аккуратнее, не падайте. У вас это все на потоке всегда, да, у вас клиент за клиентом, проект за проектом, можно отследить, нельзя отследить что-то, всегда все можно отследить. И всегда у вас идет реализация. Вы работаете со своими заказчиками по договору авторского заказа или по договору на создание произведения, надеюсь, да, не просто по договору подряда, но как минимум по смешанному договору. Очень надеюсь, вы так тяжело вздыхаете, видимо, нет. Тоже онлайн, да, консультация и спасибо за форму. Плохо. Здесь тоже много нюансов. Так вот, опять же, да, у вас проект, всегда есть проект. Какая должна быть логика создания? Вот чистая логика. Приняли программиста, да, вот давайте на программист. Приняли программисту, программисты прописали, что он обязуется выполнять в рамках служебных обязанностей, создания произведений на базе таких-то, таких-то, таких-то программ, в праве использовать там то-то, то-то, то-то. В результате его работы должно быть создано то-то, то-то, то-то. Ну, объективно. Объективизировать всегда можно. Это может быть база данных, это может быть программное обеспечение, это может быть какое-то новое решение или еще что бы то ни было. И, соответственно, прописать порядок отчуждения. Далее, следующее. С одной стороны, с программистом проработали. Дальше приходит заказчик. С заказчиком заключаем максимально, желательно хотя бы частично договор, в котором хотя бы частично будет содержать правила договора авторского заказа. Ну, или хотя бы на создание произведения. Два разных вида договора просто, поэтому все время оговариваюсь. Так вот, хоть чуть-чуть, чтобы там содержалось. После этого издаем приказ о создании авторского коллектива, когда сдали все заказчику актами, перед тем, как все актами закрыть заказчику, подписали со своими работниками соответственно акт об отчуждении исключительных прав. Вот это чистая цепочка, в рамках которой первое. А. Вы нивелируете проблемы недобросовестных работников, проблемы предъявления к вам претензий со стороны работников, что я автор, я вам ничего не отдавал. Б. Вы установите принадлежность вам исключительных прав. И далее, если права останутся у вас, любой контрафакт можно будет доказать, как минимум, да, вот эти вот две цепочки. И далее, третий, вы нивелируете какие-либо риски к заказчику. На минуточку. У нас произведения, программы ИВМ, они регулируются нормами авторского права, Гражданского кодекса отдельной главой. Срок действия авторского права у нас 75 лет после смерти автора. Течение жизни автора 75 лет после. Соответственно, если произведение было создано в рамках служебного произведения, и это установлено, это доказано, то право авторства сохраняется до его смерти. Только по наследству это право не переходит. Но если оно создано как произведение отдельное, нигде у вас не установлено, то ждите наследников. Ну, если добросовестный работник, был не факт, что добросовестные наследники. Такова жизнь, к сожалению. Так вот, это сделали. Это как раз вот ко второй части. Если работодатель в указанный срок начнет использовать, он обязан выплатить авторское вознаграждение. Как его оценить? На самом деле достаточно просто. Вы премии в любом случае своим сотрудникам платите. Полагаю, что платите. Опять молчание. Опять не платите. Никто не платит? Никто не платит? А, зарплату не за что платить. Зарплату за то, что он красивый. Нет? Нет. Здесь немножечко две разные вещи. Зарплата, она остается зарплатой за выполнение трудовых функций. А авторское вознаграждение это отдельно. Вот здесь на самом деле можно сделать небольшое разделение. Потому что есть судебная практика судов общей юрисдикции, которая устанавливает, что авторское вознаграждение не может входить в состав заработной платы. Оно является отдельной самостоятельной оплатой. Но здесь есть малюсенький выход. Он малюсенький на самом деле. Если в трудовом договоре полностью прописать, что должностные обязанности работника в полном объеме совпадают, и его основная обязанность только создавать эти произведения, вот тогда можно заявить о том, что заработная плата, которая ему выплачивается, она, в общем-то, стороны согласовали, что в том числе и возмещает авторское вознаграждение. Но только при условии в полном объеме прописанных должностных обязанностей. А не просто, что работник должен добросовестно выполнять свои обязанности и все. Как это обычно пишется. Вот судебная практика судов общей юрисдикции, к сожалению, такова. Они разделяют эти два вида выплат. Не слышу вас. Я дам вам микрофон. Секундочку. Вы говорите о том, что у него в должностной инструкции написано, что он должен писать код. Это и есть соответствие его деятельности? Если он только прописывает коды, в принципе, можно, но только если он этим будет заниматься. Вообще, в принципе, можно объективировать, можно сделать чуть обтекаемую фразу и прописать, что он создает программное обеспечение, предусматривающие то-то, 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 по направлению деятельности вашей компании. В этом случае не нужно будет вознаграждение, его зарплата будет считаться. Но если будет указано, что все равно можно будет разделить, можно будет поставить оклад. В принципе, да, можно говорить о том, что зарплата является в том числе вознаграждением за отчуждение исключительных прав. Но есть отрицательная судебная практика по такого рода делам, потому что, опять же, суды будут смотреть и исходить из фактического содержания трудового договора. Просто здесь есть диссонанс. Люди, которые авторы, которые пишут картины, они не получают деньги за то, когда они их пишут, они получают, когда он их продает. В этом плане… Они не работают по трудовому договору. А мы, получается, заранее должны… Они не работают по трудовому договору, они творят. Коллеги, если у вас возникают вопросы на самом деле в процессе, я с удовольствием буду на них отвечать. Отлично, вот, все-таки. Я предлагаю все-таки это сделать диалогом, потому что я боюсь, вы в конце концов уснете, могу перейти в чистую теорию. Я бы продолжил тему предыдущего вопроса. Не совсем ясно. Говорите, чистая схема, что перед подписанием… Значит, у меня есть трудовой договор с работником, и перед тем, как я посылаю акт своему заказчику, я еще и со своим работником подписываю акт о том, что он мне передает исключительные права. Абсолютно верно. В случае, если все-таки у меня в трудовом договоре прописано, что его не связанные вещи, тогда объясните мне такую вещь. Вот у меня одна из частей бизнеса – это техподдержка. Это потоковая вещь. Там, по сути, в принципе, создаются произведения. Они создаются. Создаются маленькие решения такие. Я вам скажу, что это техподдержка. Решения конкретно, которые могут быть… Сейчас, секунду. Сейчас я тебе поясню. Это не совсем… Алё, здрасте, нажмите на эту кнопку, перезагрузите компьютер. Техподдержка в плане, по сути, это развитие сайта, доработка. Постоянная, непрерывная, действующая постановка задач идет через обращение, которое не лимитируется никак. И в конце периода подписывается, по сути, акт выполненных работ, в котором работы, собственно, не перечисляются. Но работа состоит из вот этих вот микропроизведений, можно так назвать. Я поняла, о чем вы говорите. Нет, здесь, на самом деле, немножечко у вас другое. Тогда я так понимаю, что, видимо, есть небольшое недопонимание. Итак, что такое произведение? В части программ, в вашей части. Это программа ЭВМ. Это база данных в чистом виде. Ее решения, применяемые для конкретного пользователя, реализуемые для конкретного пользователя, сами по себе произведением не будут являться, в соответствии с положением гражданского кодекса. Сейчас расскажу, сейчас объясню. Один из битрикс, да, создает свои модули. Эти модули вы принимаете, дорабатываете, надстраиваете, на их основании строите сайт. Есть такое решение. А есть те, кто прописывает программное обеспечение самостоятельно. Есть? Компания битрикс. Но компания битрикс в полном объеме, само по себе, это произведение. То, о чем вы говорите, техническая поддержка, техническое решение, если в результате этой технической поддержки модуль, приобретенный у компании 1С битрикс, приобретает совершенно иной вид, совершенно вы меняете коды, но это вопрос, конечно, к лицензии, насколько вы это можете сделать. Это другой вопрос. Так вот, если вы там поменяете коды, и в результате этого рождается новое решение, новое программное обеспечение, вот это является произведением. А то, о чем вы говорите, вот дорабатываете и прочее, это скорее можно отнести, как бы это ни звучало, к объекту графики и дизайна. То, что вы дорабатываете. Если вы дорабатываете, понимаете, опять же, это отдельное произведение. Техническая поддержка, ее моделирование, если оно не рождает в результате, еще раз повторюсь, отдельного программного обеспечения, которое потом впоследствии может быть растиражировано, использовано как основа и прочее, прочее, нельзя говорить о том, что это вы... Идите сюда. Вот. Что родилось новое какое-то обеспечение программное. Вот, да, мне подсказывает. Коллега, где грань-то у нас тогда проходит произведение? Вы говорите, битрикс, и его модификация этой не является произведением. Тогда мы с коллегами здесь вообще не создаем произведение. Грани очень тонкая. Мы не создаем новый битрикс. Мы, поверьте, берем, ну, в общем случае... Ну, я же говорю, это вопрос о лицензии. Конечно, вы не создаете новый битрикс. Мы берем модули, мы их настраиваем. Вот наша работа. Значит, мы не создаем произведение? А нет, потому что на основе битрикса... Битрикс – это платформа. Это платформа. Позвольте я вам поясню еще чуть-чуть техническую сторону. Битрикс – это платформа, это эскаватор, да? Но яма, которую мы им вырываем, вот это и есть наше произведение. Это произведение? Это произведение будет. Ну, тогда где грань масштаба? Бывает целый сайт, комплексная там, да? На вашем примере могу сказать. Поддержание, чтобы не осыпались стены вашего котлована, вот техническая поддержка, это не программное произведение, не произведение. А если копать дальше третий, четвертый, пятый, шестой этаж, это произведение. Хорошо, давайте я по-другому объясню. Вот есть сайт. Это комплексная вещь, это здание, которое состоит из кирпичиков. Такой сайт я знаю. Так вот, мы можем по договору разработки сайта построить целое здание, и вот оно будет, произведение. А мы можем по договору поддержки этому зданию достраивать этажи. Каждый этаж и каждый кирпичик – это новый функционал. Мы должны с работниками по каждой новой странице подписывать, потому что там будет и дизайн новых страниц, например, и разработка, и все что угодно. Но мы же с ума сойдем подписывать каждый месяц то, что у нас там наваяли 30 человек сотрудников технической поддержки. Вы можете здесь, на самом деле, для таких решений… Да, вы правы, я, видимо, неправильно вас поняла изначально. Вы правы, здесь рождается, если вы донастраиваете сайт, если вы ему добавляете модули, если вы ему добавляете функционал, в результате которого оно функционирует как единое пространство, да, вы создаете, вы перерабатываете ранее созданное на программное обеспечение. Так вот, что здесь делать, когда на таком постоянном… на постоянной основе. Законодательно каких-либо норм, правил не установлено. Исходя из практики общей, исходя из собственной практики, мы обычно рекомендуем делать следующим образом. То есть в рамках технической поддержки вы собираете… То есть один модуль вы не сможете сделать за один месяц, чтобы он полностью в полном объеме функционировал. Ну, как правило. Так вот, когда вы сами увидите готовность соответствующего объекта как единое пространство, не как доработка какого-то решения, которое позволило чуть-чуть расширить функционал, это скорее вопрос к вам о том, в какой момент вы определяете готовность в полном объеме доработку этого произведения. Но ваш программист все равно останется соавтором этого произведения. И вот здесь единственный такой практический момент. При увольнении подписывайте акты об отчуждении исключительных прав на все объекты, на все произведения, в которых он участвовал, и все. Это единственный вариант. Вот смотрите, а сработает ли такой вариант? Техническая поддержка у нас, как, я надеюсь, и у всех, кто ей занимается, происходит через так называемый трекер. Это куда нам пишут, где фиксируются обращения, общение по ним. Будет ли годиться подписание с работником, скажем так, стенографии этого трекера за месяц, по его задачам, за отчуждение им прав на эти работы. Если вы туда добавите слово, что работник Иванов Иван Иванович и работодатель согласовали, что Иванов Иванович отчуждает в пользу работодателя исключительные права. И вот этот трекер приобщите вполне. Класс, это решение. Можно еще один вопрос, задачка? А теперь подумаем о том моменте, когда это внутренний продукт студии. Ну вот мы так Facebook решили сделать. Мы его никому не отчуждаем, не по заказу его делаем. Что в этом случае нам делать с работником? В принципе, то же самое, потому что тот же Facebook – это не материальный актив сам по себе. И поверьте, компания, владеющая Facebook, она капитализируется за счет как раз вот этого сайта, за счет работников и прочее, не отчуждая никому ничего. Это важно и это нужно делать с любым работником в любой компании, который каким-то образом связан с созданием соответственного произведения. Понимаете? Это не исключает, что вот только для тех, кто работает на заказчиков. Для заказчиков вы таким образом, делая все в чистом виде, вы их обезопасите, своих же заказчиков в первую очередь, а потом обезопасите себя. А там, соответственно, это даст вам возможность уже далее в рамках судебной практики доказательства, откуда у вас появились эти исключительные права. Это доказательственная база просто-напросто будет. Вот привлечены ваши работники, которые подтвердят факт создания в рамках служебных произведений, отчуждение исключительных прав, и ваш статус правообладателя. Тогда вопрос. На предыдущем слайде… Все, секунду. Все, хорошо. Люди просят дальше. Да, простите. Давайте вы в перерыве подойдете, мы пообщаемся. Так, итак, у работодателя и у работника соответственно несколько разный объем прав на соответственное служебное произведение. Использовать, обнародовать работодатель в праве, если он опять же получил эти исключительные права, если опять же все это было прописано, что это создается в рамках служебного произведения. Работодатель также в праве указывать свое наименование либо требовать такого указания, если вы работаете с заказчиками. Работник же в праве, первое его право – это получение вознаграждения при использовании или передаче результата интеллектуальной деятельности. То есть если вы его не используете, возвращаясь к вопросу о том, что в течение трех лет вы должны с ним что-то сделать, чтобы все-таки говорить о том, что права к вам перешли. Если вы используете именно в этот момент, рождается право автора на его вознаграждение. И также вернуть, есть у автора право вернуть свои исключительно права на результат. РИД – это результат интеллектуальной деятельности. Вернуть эти права, если работодатель не использует. Мне помогают. Отлично. Ничего страшного. Ничего страшного. Немножечко возвращаясь все-таки непосредственно к произведению, непосредственно к объектам. Здесь хотелось бы обратить ваше внимание на статью 12.59 Гражданского кодекса, которая четко указывает, что такое произведение, и что является объектом авторских прав. Произведение в том числе графики и дизайна. Очень часто, разрабатывая сайт, графику и дизайн как-то отстраняют. Программисты у нас все. Графисты, дизайнеры – да, хорошо. Встречала такие подходы, встречала наоборот. Подходы, когда делают какие-то иные сайты. Так вот, это такие же объекты авторских прав. Поэтому, соответственно, я не говорю о том, что заключаете только с программистами. Вы сначала определите, кто у вас реально создает объекты авторских прав, а потом уже прописываете, соответственно, с ними непосредственно их права и обязанности. Итак, маленькая такая схемка при работе с работником, чтобы не получить некого дисбаланса и некого… то, о чем я говорила, да, возможности. Не дать возможность работнику по злу потреблять. Обиделся он на вас, не обиделся, неважно. В трудовом договоре. Заключая трудовой договор, установите, что все исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, выполненные в период работодателя, принадлежат работодателю. В принципе, вот этой маленькой фразы зачастую будет достаточно, но при условии прописания его функционала. Если вы укажете, соответственно, аналогичную фразу для генерального директора, она для него не будет иметь никакого значения, если он не участвует непосредственно в производственном процессе. Для главного бухгалтера. Главный бухгалтер тоже у нас не создает произведение. Прописывая эту позицию, необходимо прописать функционал. Что конкретно, как, при каких обстоятельствах вы предполагаете, что ваш работник будет создавать. Дальше. Вот то, о чем я говорила, цепочечка, да, а письменное служебное задание на разработку программного продукта, его части, модификации, неважно. С этим возникает обычно самая большая проблема. Хорошо, вот здесь вот можно лучше всего взять, на самом деле, наработанный годами замечательный опыт проектных организаций, в рамках которых создается авторский коллектив. Весь продукт, который они производят, это, в общем-то, полученный продукт в результате соавторства. Что делать нам в нашу эпоху? Да, в письменном виде, в письменном виде это достаточно сложно сделать. Мы получили грандиозное сопротивление со стороны компаний в 20 человек, но не получили сопротивления со стороны компаний в 400 человек IT-разработчиков. Обе работающие, ну, одна небольшая компания, одна большая компания, работающая на одном и том же рынке. Большая компания просто уже столкнулась, маленькая компания еще не столкнулась. Здесь есть вариант. Есть вариант установления электронного документа оборота. Служебное задание теоретически, вернее, не теоретически, практически, его можно выдать в электронном виде, но просто сказав о том, что у нас электронный документ оборота, этого недостаточно. Для этого необходимо разработать дополнительные локальные акты, в которых будет прописано, вот, да, уже люди машут, в котором будет прописано соответствующий электронный документ оборот, вот как он осуществляется, каким образом выдаются служебные задания на создание авторского коллектива, каким образом распределяется функционал, наработка. А я вам приведу простой пример. В основном, в основном, то, с чем мы сталкивались, могу ошибаться, ну, вот наши клиенты, наши разработчики, они используют для выдачи задания, в общем-то, систему Jira. Всем раздали задание? Я думаю, что большинство, да? Ну, как бы, ну, все равно есть сегодня? Нет? Кто использует систему? Раз. Ну, аналогичные, аналоги, хорошо, да, вот два. Аналоги, аналоги все равно все используют. Так вот, коллеги, достаточно попросить вашего юриста или консалтингового юриста написать вам локальный акт, в котором пропишут то, что у вас реально происходит. Локальный акт – это внутренний нормативный акт работодателя. Если он у вас закреплен, если он у вас подтвержден, то вполне можно потом использовать то же самое. Я же не говорю о том, что вам нужно ломать свою текущую деятельность, да? Нет, наоборот, создавайте локальные акты под себя. Как вы это делаете? Просто зафиксируйте. И это будет легче, потому что по-хорошему, по-хорошему, да, нужно в письменном виде все это делать. Соответственно, да, и как бы в этой части вы всегда будете знать, что в каком объеме. Опять же, из жира, из той же, можно сделать выгрузку о выданных заданиях и полученных результатах. Потому что если задание выполнено, окей, вы отправляете на ту же распечатку, увольняется у вас сотрудник, отправили на распечатку, все это распечатали, или вот как замечательно коллега сказал, да, там некий технический отчет распечатали, добавили слово, что исключительные права, перешли к работодателю, работник расписался, и все, всем спокойно, всем спасибо. Единственный, конечно, вариант здесь возникает о том, как это потом поставить на баланс, потому что это же не материальный актив, если мы его сразу не отдали, но это не ко мне, это к предыдущему спикеру. То есть от юриста вы пойдете к бухгалтеру, к финансисту, к финансовому директору и всем остальным. Но тем не менее. Но согласитесь, коллега, что это увеличит стоимость компании значительно. Потом заходите продать, уедете на Мальдивы, а здесь будет кто-то продолжать работать за вас. И, соответственно, факт выполнения передачи, акт приема передачи результатов по каждому проекту. Это лучше всего делать. По каждому проекту не получается, ну, фиксируйте для себя какие-то определенные периоды. Все равно можно найти период, который можно зафиксировать. Все равно можно найти всегда проект, который можно зафиксировать. Даже если 100 проектов одновременно заканчиваются, и 200 проектов одновременно приходят на доработку и разработку, все равно это можно отследить. Все равно это всегда. Отследить очень просто. По подписанным актам с заказчиками. Ну не сделали вы это, в идеале это сделать до этого, ну не сделали вы это, то что я вам сейчас не скажу, я это не говорю, что можно там какими-то другими числами что-то сделать. Вот, ну естественно, что нужно сделать лучше до подписания акта, но тем не менее, бывают такие ситуации. Единственное, что проблема потом с финансовой стороны, с порядком постановки, ну все равно это разрешить можно. Самое интересное, что если ничего этого нет, если ничего этого нет, то вам придется вообще делать отдельное соглашение об отчуждении исключительных прав и о том, что кто-то что-то разработал и прочее. Если у вас стандартный типовой договор, распечатанный из онлайн-сервиса, там из консультант-плюса еще откуда-то, ничего не говорящего о том функционале, что конкретно каждый должен сделать. Для того, чтобы самим себя защитить, капитализировать собственную компанию или правильно отдать заказчику соответствующий объект, вам необходимо каждый раз подписывать с каждым работником соглашение, либо подписывать коллективное соглашение об отчуждении исключительных прав по конкретному проекту. Создали вот один большой объект, да, там, веб-сайт. Там участвовало у вас 200 человек. Вот со всеми двустами вам необходимо будет подписать соглашение об отчуждении исключительных прав. Иначе они к вам не перейдут, если вы никогда этого не оговорились. Дальше. А теперь самый интересный момент, с которым мы все больше и больше сталкиваемся. Все больше и больше мы сталкиваемся, на самом деле, с этим моментом не со стороны российских разработчиков, а со стороны иностранных разработчиков. У нас есть клиент, американская компания, большая достаточно американская компания, айтишная, которая не представлена на российском рынке своими представительствами, но продукты используются. Так вот, у нее порядка 30% ее разработчиков, программистов, они находятся на территории Российской Федерации. Часть разработчиков находится на территории Украины, часть на территории Белоруссии. Все бы замечательно, все бы хорошо, но только три человека собрались и активненько все продали в латвийскую компанию, которая потом заявила о том, что это ее программа, это реальный абсолютный кейс, и заявилась к американской компании с требованием о прекращении использования программного обеспечения, принадлежащего ей, разработанного, и с требованием о выплате где-то было порядка 5 миллионов евро на момент предъявления претензий. Все ушли замечательно в иностранную юрисдикцию, это не российские суды, заявляя в российские суды о том, что хочу 5 миллионов возмещения ущерба за неправомерное использование моего объекта, все мы всегда получаем в лучшем случае миллион, но это в лучшем, 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 лучшем случае, это при условии, что у вас там на дисках распространение, там еще что-то было. По факту нас очень не любят присуждать соответствующее установленное возмещение, установленное императивной нормой гражданского кодекса. Так вот, что происходило в той ситуации? В той ситуации произошло очень просто. Наняли фрилансера, с ним не заключили никакой договор, вообще с ним ничего не заключили, договорились, он им создал, создал очень интересный продукт, этот продукт был доработан еще несколькими людьми, которые в результате все вот это, да, самокупили и все продали. Никакого отчуждения не было, ничего, ну, в сторону заказчика ничего не происходило, никакого договора не было, да, была какая-то некая пересылка по электронной почте, и к нам соответствующий заказчик пришел, говорит, я хочу его наказать, хочу привлечь к ответственности. Отвечаю сразу всем, юристы такого, если, конечно, нет специфических инструментов в системе, где это решается, решить эту проблему невозможно. Фактически в российском праве, если это не согласовано письменным соглашениям сторон, электронная переписка приниматься не будет никак. Что вы пересылали по открытым, по закрытым системам, да, передачи данных, привозили на флешках и передавали это по акту приема передачи или еще что бы то ни было, в процессе доказывания это доказать будет практически нереально. Нет, есть шансы доказать, есть, я не спорю, но он практически нереален. Так вот, работа с фрилансерами – это самый опасный момент, самый опасный продукт. Фрилансеры у нас не любят выходить в ИПшников, категорически не любят. Фрилансеры категорически не любят перечисления на свои карты. Фрилансеры категорически не любят… Фрилансеры любят только одно – либо наличные денежные средства, либо иные инструменты, которые фактически отследить нельзя. Ну и работа, экономия таким образом на программистах, вы получаете факт того, что то, за что вы платите, оно будет принадлежать там и оставаться там у фрилансера. А вы будете этим пользоваться при условии, что никто потом не заявит в своем авторстве, в своем праве на соответствующий продукт. Фрилансеры… Работа с фрилансерами неоформленными – это очень опасная стезя. Это реально очень опасная стезя не с точки зрения обналичивания денег или еще чего-то ни было. Там тоже, конечно, есть, но тем не менее. Опять же, один из основных моментов, кроме отсутствия факта, доказанного, что вы правообладателем, являетесь того или иного произведения, будет сложность соблюдения конфиденциальности. Сейчас все помешаны на конфиденциальности, я вам честно скажу. Простите меня за выражение, но у нас соглашение конфиденциальности подписывается уже чуть ли не с уборщицами. Ну как же уборщица убирает? Она же вытирает на столе генерального директора. На столе генерального директора лежит отчет годовой. Она его смотрит, читает и все остальное. Ну, есть такое. Так вот, с фрилансерами такое невозможно. Конфиденциальность фактически очень сложно соблюсти и прочее. Какой здесь практический совет? Пытаться заключиться, значит, первое. Идеально, если вы получите от него подписанный с его стороны договор на бумажном носителе, и этот договор будет договор авторского заказа, и в полном объеме соответствует требованиям договора авторского заказа. Если этого нет, и если бумажный вид получить невозможно, заплатите 4000 за электронную цифровую подпись в сертификационном центре, поддерживайте ее, зарегистрируйте эту ЭЦП на него, и пускай он все документы, отправляемые от него, подписывает электронную цифровую подпись. В соответствии с российским законодательством, ЭЦП — это аналог собственноручной подписи. Но сертифицированное ЭЦП — соответствующим сертификатом подписи. Тогда вы докажете факт наличия права отношений с этим фрилансером. У вас будет, соответственно, если это договор авторского заказа, то здесь тоже можно говорить о неком автоматическом переходе. Конечно, опять же, без акта приема передачи ничего не получится, но тем не менее, хоть чуть-чуть вы здесь будете защищены. С фрилансерами самое большое количество споров, которые не выходят в суд категорически, разрешаются исключительно мировыми соглашениями в досудебном порядке. Как правило, выигрышами со стороны фрилансеров из-за того, что кто-то когда-то решил сэкономить и решил ничего не делать. Либо заказчик забывает, и это тоже есть определенные мировые соглашения, либо вы плачете определенную денежную сумму, и вы опять все равно проходите через этот же бумажный документооборот, только чтобы та или иная разработка оставалась у вас. И неправомерность использования. Нет договора, не можете запретить ему что-то делать. Не сможете. Опять же, коллеги, которые задавали вопрос относительно защиты авторского права. Если использовали, если коллеги, могу предположить, если использовали работу фрилансеров, то в какой-то части фрилансеры могли реализовать это, и это будет, опять же, тяжело в доказывании факта того, что коллега является правообладателем соответствующего программного продукта. Да, да. Может вы там постоите? У нас совсем мало времени, поэтому давайте очень кратко. Что мешало американской той компании быстро найти у себя разработчика, подписать с ним задним числом акт передачи исключительных прав и сказать… Подход законодательства. Какого законодательства, если это внутренний… Хорошо, давайте в России. Это внутренний документ, я могу его подписать любым числом с любым сотрудником. Верно? Я говорю о работе с фрилансерами, и если вы хотите наказать российского фрилансера, с ним должен быть договор. А наказать его в Лос-Анджелесе, там, где находится разработчик, ну как бы можно, но зачем, если реально нельзя запретить. Я не про то, что вы наказаете, а про ситуацию, когда финская компания заслуживает американскую за то, что она якобы использует ее продукт, который фрилансер, работая на американскую компанию, сделала за деньги американской компании. Во всем мире программное обеспечение, программа для ИВМ, сейчас секунду, не является обязательным к регистрации для своей защиты, они априори защищаемы. Так вот, замечательно, латвийская компания, не финская, латвийская компания замечательно, она приобрела соответствующие права, но есть право зарегистрировать это программное обеспечение. Она его зарегистрировала и подала на американскую компанию, как на нарушителя. Так вопрос, не в неподписанном акте с фрилансером, а в регистрации продукта, по сути. Но для того, чтобы зарегистрировать продукт, вы должны права получить, а это подписанный акт. И все же риски, это не спор, это вопрос все-таки, Сергей. Риски-то каковы? Очень столько, вот мы слушаем, 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 столько операций надо сделать, что реально, простите, мне кажется, сайт разработать проще, чем вот все эти бумажки подписать. Началось. Но риск-то каков, если потом какой-то мой автор, уволенный при неблагоприятных обстоятельствах, у которого жадность заиграла, он может оспорить, отнять у меня часть дохода, который я получил с этого сайта, или ему, или все, что он может сделать, это пойти и продать это заново? В твоем размере доход, который вы получили с этого сайта. Ага. Хороший риск. За весь период коммерциализации. Давайте закончим, и мы еще один вопрос звучим. Давайте вопросы, видимо, уже чуть позже. Я прошу прощения. Ну, я вот, я не виновата, это вопрос к Сергею. Так, локальные акты немножечко проговорили. Упростите ли облегчить жизнь локальными актами, если один раз себя напрячь, если один раз попросить своего юриста, но не хотите просить своего юриста, обратитесь к консультантам, один раз сделайте, но сделайте эти локальные акты не путем скачивания из онлайн, а сделайте их именно под себя, то, что вы будете выполнять. Вы же сайты не делаете, не качаете консультанта онлайн. Вы же его делаете индивидуальным, чтобы он вас радовал, заказчика радовал. Соответственно, здесь тоже, вы делаете под себя, делая для себя сайт, вы делаете его для себя, для функционала своего точно так же локальные акты, они ничем не отличаются, что там будут трудозатраты, что здесь трудозатраты. Любой юрист, в принципе, почти в полном объеме пропишет вам в локальных актах то, что у вас в реале происходит. Никто вас не будет чем-то ограничивать, но вы себя защитите. Я же начала свою презентацию на самом деле с того момента, что мы всегда думаем о ком угодно, но кроме своей защиты. Мы думаем, вернее, о защите, да, вот из-за спины, что называется. К сожалению, в последнее время, именно в условиях кризиса, я не знаю, на что это влияет, но мы не просто так заявили и эту тему. В последнее время все больше и больше обращений, и мы уже даже вот как консультанты зачастую, мы просто сами поражаемся, насколько у нас увеличилось количество обращений работодателей, к которым приходят работники и требуют какое-либо возмещение. Наш последний кейс, который мы закончили 31 декабря, я вам честно говорю, с заказчиком. К заказчику пришел, заказчик IT-компания, к заказчику пришел работник и сказал, я хочу лямов. Ну, вот хочу. А хочу я, потому что я у тебя разработал вот это, я у тебя разработал вот это, я у тебя разработал вот это. Ну, я, конечно, знаю, там еще некие бизнес-процессы, меня уже торопят. Вот, соответственно, отрегулировано было бы это, можно было бы избежать. Избегается очень многого. Лишние необходимые локальные акты нужно всегда исходить из ваших нужд. Зависит от того, что вы делаете. Должностные инструкции не обязательно, я хотела бы просить на это внимание. Должностные инструкции упрощают просто работу нескольких сотрудников по одной и той же должности, не более. Это все можно отразить в трудовом договоре, никто вам не мешает. Идти или не идти в суд? Российский суд. В российский суд идти можно. Российский суд стоит на защите прав правообладателей. Но сначала возникнет вопрос, а кто является правообладателем? И чтобы доказать ваше право на ваше нарушенное право, вы сначала должны доказать свое право владения этим произведением, этим объектом. А это доказывается в рамках служебных произведений. В качестве доказательств суды просят вплоть до копий трудовых книжек. И этим пестрит вся судебная практика. В противном случае отказывают за недоказанностью того, что этот объект действительно принадлежит вам. Фрилансер? Олега, давайте, я прошу прощения, у нас просто уже время закончилось. Давайте мы вопросы отложим на кулуар и спокойно там пообщаемся. Хорошо. Так, у нас 15 минут задержки. Ну, в принципе, я практически все. Я буду рада вашим вопросам. Я готова остаться здесь, я постою. Вот, вы можете подойти, задать вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Часть, к сожалению, мы не успели. Да, у нас немножко так большая задержка произошла. Спасибо вам большое всем за внимание, за ваши вопросы. Спасибо.